Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, можно тебя на минуточку? А у меня еще в лесу дела А у меня в кровнике Мы едем выбирать Участок для нового Дома! Ура! Будет, где моим коровкам разгуляться Какой воздух! В банки закатывать можно Ни одного дерева Вере Павловне голову напечет Эх, красота! И деревьев на все головы хватит Лес со всех сторон Хочешь, чтобы Веру Павловну енота утащили? Слишком влажно Веру Павловну комары искусают Ну, тут все ясно Вера Павловна кубарем в речку укатится Вера Павловна уже не маленькая, чтобы кубарем катиться Мне кажется, это идеальное место Ура! Что ж, дерево у нас уже есть Осталось к нему небольшой дом пристроить С большим бассейном И огромным коровником Ну что, поехали Пока мама какую-нибудь опасность не обнаружит И мы пока здесь осмотримся Молчи, дядя Федор Еще одних поисков я не переживу Пчелами, мы разберемся Я в лесу поведение насекомых Знаешь, как изучил? У меня план есть Ой! Понятно Значит, нужно быть готовым ко всему Короче, план такой Мы пчел из дерева выманим Вход в дупло закроем И все, участок свободен Живите кто хочет А пчелы куда денутся? Да куда угодно Знаешь, сколько в этом лесу дуплов? Или это, дуплей? Дупел в лесу действительно много Вопрос, как их выманить? Да пчелы за своей королевой Куда угодно полетят Я им сейчас такой полет шмеля устрою Нет, Вера Павловна Это опасно Дети остаются дома Матроскин, жми кнопку Полетели! Ну-ка, давай, дядя Федор Ой! Ой! Переходим к плану Б Что за план Б? Бежим! Там, там! Я ж говорил Пчелы новый дом Всегда найдут Классно танцует Видать, претендует на новый королев А красом не вышел А красом не вышел Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Экскаватор Крокодил? Крокодил это! О, как я сразу не догадался Эх! Давай, дядя Федор, покажем дилетантам Как профессионалы работают Жук, олень Продавщица в молочном отделе Ну-ну! Звуки издавать нельзя Мороженое мы выиграли Ты не заболел? Сегодня даже меня не угадываешь Да нет, просто играть чего-то не хочется Дядь Федор, я это, на твоем почту проверю Твой опять залез О! Да, конечно То есть нет Что за девочка? Симпатичная Да так, знакомая У нас во дворе живет Дядя Федор, так ты всего лишь влюбился Ура! Слава Гиппократу! У тебя не чумка Назовем этот торт Жесневая феерия И никуда твоя Оля от нас не денется Прямо так и сказать Я испек для вас этот торт Ну, конечно Девочкам хозяйственные коты нравятся Ну и ребята, конечно, тоже Давай, украшай его вишенками Дядя Федор, для феерии одной ягоды маловато Извини, я задумался Ничего Я еще принесу У меня все готово Дядь Федор, пойдем покажем Оле Твою храбрость Мы тут с Матроскиным торт делаем Торт? Ты бы еще в куклы с ней играть надумал Девочки любят физически активных Ну там за палкой сбегать Забор перепрыгнуть Грабителя укусить Мы твоей Оле героическое видео отправим Коврюша Фа! Подожди у меня Гаврюша, он завис теперь Куда? На баловство нету времени Идем Нам еще ватрушки малиновый ноктюрн печь Не мешай Матроске Нормальные парни ватрушки не пекут А дядя Федор печет Он хозяйственный Нет, он экстремал Нет, хозяйственный Нет, он экстремал Хозяйственный экстремал? Хозяйственный экстремал? Хозяйственный экстремал? А я не странно выгляжу? Дядя Федор Лёш, не сомневайся, дядя Федор Ты ж первый в мире Хозяйственный экстремал Давай, дядя Федор Только пирог повыше держи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА От плана немного отошли, но видео зачетное получилось. Если бы не твой дурацкий трюк, Оля бы давно уже дядя Федору стихии писала. Нет, Шарик, такой позор отправлять нельзя. В простоквашино есть школа? Нет. А в простокашино? В город я теперь точно не вернусь. Оля, наверное, думает, что я того. Дядя Федор, а может, мы снимем, как ты, творожную запеканку готовишь? Нет уж, больше я никем не хочу притворяться. Я хочу быть таким, какой я есть. Дядя Федор, тут тебе от девочки Оли сообщение пришло. И что там? Привет, дядя Федор, ты смешно упал через корову. Как ты узнал? Привет, дядя Федор, ты смешно упал через корову. Классная породия на городских экстремалов. Ты что? Ты забавный. Напиши, когда вернешься в город, сходим в кино. Я забавный. Я забавный. Я забавный. Я забавный. Ура! Дядя Федор снова веселым стал. Матроскин, готовь трамплин. Запекалку петь буду. Кррррр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДАМА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только сегодня, покупая зубную щетку-фонарик, вы получите в подарок набор печных лампочек. Ага, значит, свет в ванной можно вообще не включать. Это ж какая экономия получается. Но и это еще не все. С помощью специальной насадки. Здесь вы можете увидеть, дорогие друзья, как растут детеныши дикобраза. Шарик, не трожь телевизор, когда там экономию показывают. А ну отдай пульт. Мы вторую неделю твои телетовары наблюдаем. А я, может, детенышей дикобраза увидеть хочу. Ежей у нас на ближайшей поляне с утра до вечера показывают. А три товара по цене одного ни в одном лесу не сыщешь. Да и правда, матроскин. Твоими коробками весь дом заставлен. А кому еще коробочку? Ура! Наконец, моя электровилка приехала. Ручечку позвольте? Я ее из Геленджика привез. И какая экономия от этих твоих электровил? А такая я. Я теперь на наматывание макарон время могу не тратить. Могу вместо этого коробок своих проверять. Гаврюша, доложи обстановку. Расчетка! И, кстати, это еще и спиночесалка. Шарик, будем спасать матроскина от матроскина. Сам себя он от магазинов не отключит. Пишите сегодня в телемагазине уникальный лод. Давай! Расчетка, фен. И ваше волосы там спасите! И в этом доме без моей помощи хоть что-нибудь работает, а? Но не могу же я новые выгодные предложения пропустить! Только сегодня в телемагазине уникальное предложение. Телекепка и телевидение всегда под рукой. Матроскин! Матроскин! Ты не боишься упасть в этой своей телешляпе? Точно! Спасибо, дядя Федор, что напомнил! Ты что, с телевизором на голове? На прогулку собрался? Балдатый шарик! Это специальный жилет! Он при падении надувается! Похоже, шарик, случай запущенный. Превентивными мерами уже не обойтись. Точно! Чего? Дядя Печкин, а вы можете перестать доставлять матроски на его покупки? Может, он их тогда покупать перестанет, а? Ага! Нашли, дурачка! Ваш полосатый мою почту в районные лидеры по доставке вывел! О! Я уже и место под новую грамоту расчистил! И такая большая! За огромные посылки, огромные грамоты дает! Ура! Моя велокошилка приехала! Это сколько я на ней навелокошу! Матроскин, нам надо поговорить. О чем? Нам всем кажется, что ты немного увлекся покупками. Что? А то, что пока ты заваливал дом вот этим вот ненужным хламом, твое хозяйство в запустение пришло. Да я с помощью этого хлама могу один на ферме работать без перерыва на обед! Уникальное предложение для всех огородников и спортсменов! Это белокосилка! Крути педали и собирай урожай в три раза быстрее! Хоп-хоп-хоп! И морковочка в кармане! Гаврюша, на помощь! А что, уже яблоки созрели? Несите, несите что-нибудь, это снимательное! А может, нам матроско-снимательное устройство заказать? Через неделю доставят. Не надо через неделю. Я и сегодня все намеки понял. Если кто-то из членов семьи заболел, остальные дикобразы всегда придут к нему на помощь. Они дружно помогают набить его норку припасами на зиму. И в скором времени семья начинает жить обычной жизнью. До новых встреч, дорогие друзья! Некогда каналами щелкать. Хочешь, чтобы урожай пропал? В теле шляпе он мне нравился. Больше. Таматама. Плохо. Очень плохо. Катастрофа. Нужно что-то предпринять. Вари морс, матроскин. Мы купим лекарство, прочитаем сказку, и Таматама пойдет на поправку. Никогда не думал, что кот может такое сказать. Но у нас слишком много молока. Нужно что-то делать со слишками. Погоди ты, матроскин, со своим молоком. У нас дети болеют, а у тебя одни надойны уме. Да уж, индивидуальный предприниматель. В один пасмурный, припасмурный день на одном заброшенном огороде стояла высокая костлявая бугала. На голове у него была рваная шляпа, а на плече сидел большой черный ворон. Добрый вечер! Чем я могу помочь? У нас Таматама заболела. Лекарства нужны. С лекарствами это не ко мне, это к фельдшеру. А зачем тогда спрашиваете? Еще и скалитесь. Я не скалюсь, я улыбаюсь. Поворачиваюсь, так сказать, лицом к населению. Новые указания от начальства. Всем улыбаться. Вот на детях и животных тренируюсь. То есть вы теперь вредничать перестанете? Не перестану. Я теперь вредничать с улыбкой. Говорят, что от этого дела лучше им. Есть еще какие-нибудь вопросы? Был рад помочь. Ждем вас снова в нашем отделении. Да, с такой улыбкой дела, если и пойдут хорошо, то только не у нас. Идея! Вера Полна, вот тебе карандаш. Рисуй что-нибудь веселое. Ну, как этот... Пикассо! Ты уж все нормальные слова-то забыл. Одна касса у тебя на уме. Ты шарик-балбес. Законов рынка не знаешь. Все, что с улыбкой, лучше продается. Так и от излишков избавимся. Ну, а Пикассо – это художник такой. Он всю жизнь как маленький рисовал и сосиски любил. Хорошо бы нам еще от излишков жадности избавиться. Лицом к населению, говорю же, лицом к населению. Плохи дела, тетя Пичкин. У кого плохи, а у кого в гору. У вашего кота на трассе молоко с лапами отрывают. А все почему? Потому что у него банки улыбаются. Вот и вам бы здесь всем улыбнуться. Шарик, ты за морсом следи. Ты, Вера Павловна, за там и там. Вы, дядя Пичкин, улыбайтесь, а я в аптеку за лекарствами. Вы меня простите, я пойду. Почтальон ведь, он как солнце в непогоду. А отсутствует? Да нет, нужен. Всем! Заберите, заберите ваше молоко. Это совершенно не молоко. А я вам говорю, товар обмену и возврату не подлежит. Подлежит. Поддайте деньги. Этикетка грустная. Ну и что, что этикетка грустная? Дети не пьют молоко ваше. Ну и что, что дети не пьют? А вы заставьте. Безобразие. Ну это же продажи такие, если можно обратно вернуть. Дядя Федор, как мне теперь детям в глаза смотреть? Ни репутации, ни доходу. А ты улыбнись, матроскин. Какая уж тут улыбка, когда кошки на душе скребут. Ой, может, надо три улыбки приклеить. Так в три раза веселее будет. Вот сам себе молоко продавай. Когда простуда, надо теплое молоко пить. Его вообще всегда пить нужно. Да. Тала, Тала! Ура! Ура! Пришел узнать, как вам качество обслуживания. Я смотрю, улыбка нашего сотрудника благоприятно на вас подействовала. Что бы там ни подействовало, главное, что все здоровы. А наша Вера Пауна теперь такие улыбки рисует. Вам в самых вредных снах и не снилось. Вот я и смотрю, как-то вы не по-нашему улыбаетесь. Это потому, что от радости, а не для дела. Угощайтесь, дядя Печкин. Молоко за вредность всегда особенно вкусное. Если вас натаскать, вы нормально улыбаться сможете. Не надо меня таскать. Я негабаритный. А улыбку эту я на всякий случай приберегу. для постоянных клиентов. Мурка моя все рекорды бьет. Столько молочка мы еще не вырабатывали. Ну-ка, неверно прекратите строительные работы. По инструкции воскресенье не положено. А кому мы мешаем, дядя Печкин? Соседей же у нас нет поблизости. А по инструкции с инструкцией спорить тоже не положено. Фух! Пока к вам бежал, запыхался. После праздников что-то поджелудочное шалить стало. А зря бежали. Я уж закончил. Смотри, матроскин, эта штука сделает нас богатыми. Ты что, Шарик, за зайцами перебегал? Что это еще за поле чудес на палке? Это гипнокруг. Теперь любой человек что захочу, то и сделает. Например, все это молоко купит. Он и смешил. Может, ты и меня, как гавруша, себя наживать заставишь? Спорим, заставлю. А если не получится, я, да я буду неделю в коровнике убираться. Две недели. Мой голос, ты слышишь мой голос и выполняешь команды. сидит. А теперь ты, Гаврюша, и хочешь сено пожевать. Ап! Что, поверил Копперфильд, веслоухий? Теперь бери метлу и за работу. то есть как круг свой сделать, ты прочитал, а как потом из гипноза выводить, времени не нашлось. Так это, там много букв было. А может, его обратно крутануть? Ты гений, дядя Федор. Перемотаем Печкина на начало. Вы больше не Гаврюша! Благодарствуйте. А то у меня от сена вашего изжога началась. Очень большая примесь борщевика. Сработало! Позвольте вопросик задать. А кто же я тогда? Ну, вы... Садовник наш Евлампий. Добрейший души человек и вообще по дому нам помогаете. Точно! Спасибочки! Где тут инструменты мои? Матроскин. А что, пусть Денек Евлампий побудет за вредность? Может, мы Евлампий еще на Денек продлим? Хорошо справляется! Я не против. А ну-ка, стой! А откуда у тебя моя любимая табуреточка, а, бобер? Мне ее Петькин подарил. Говорит, так на плотине сидеть удобнее. Не могу. Добрый Петькин это что-то. А сейчас он молоко ваше раздает. Как раздает? Бесплатно? Это молоко нельзя отдавать. За ним сегодня покупатели приедут. А если у зверюшек лесных денег нету, кто им поможет? Только добрые люди. Я же прогорю! Надо Петькина в себя приводить. Ну, пока он себя не забыл. Привет, соседи! Здравствуйте! И что это у нас? Посылочка? Ой, а у нас и документов нету. странно. Почему-то мне кажется, что так нельзя. А ничего страшного, я вам ее и так отдам. Ой, а нам заплатить-то и нечем. Может быть, печеньку возьмете? Печеньки я не ем. Знаете что? А забирайте бесплатно. Это же уже совсем не по инструкции. А где же расписаться за посылочку-то? Да так берите. Я ведомость на почте оставил. Это уже совсем не по инструкции. А ну отдайте! Без документов не положено. Че? Че это я? Мне же на почте надо быть. Коровник сам себя не уберет. Две недели, как договаривались. Но я же Печкина загипнотизировал. А меня-то нет. Ну ладно, матрос. Баю-баюшки-баю Убираться я люблю Уйдончик. Эй! Как там-то? Ермалай! Вон в том углу получишь пройдись. Баю-баюшки-баю Убираться я люблю Баю-баюшки-баю Убираться я люблю Ой-ой-ой Убираться Усень, Усень 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 Ту-тунь Ха-ха-ха-ха-ха Да, для нового коровника маловато. Что тут у нас? Фотолаборатория шарика. Подчеркиваем. Двадцать семь, двадцать восемь. Ты, Матроскин, вместо того, чтобы туда-сюда, как сломанные часы, ходить, помог бы лучше корни выкорчевывать. Да, дядь Федор? Интересно, а что сейчас Оля делает? Это о чем это я? А, я, Шарик, не хожу, я руководством занимаюсь. Пока дядя Федор влюблен, он руководить не может. Он только вздыхать может. И почему это ты руководством занимаешься? А ты можешь из тридцати шести корень извлечь? Вот, тогда из земли его извлекай. Ой, я, когда в Якутии служил, Такие вот корни бивнями мамонта назывались. Чего мамонта? Бивень. Археологическая ценность, между прочим. Ценность, говорите? А Шарик-то наш его выбросил. Не выбросил, а в сторону отложил. Мы, археблогеры, свои находки не выбрасываем. Экстренная новость. Только что в деревне Простоквашино был найден этот, как его, мамонта. Подробнее расскажет известный археблогер Шарик. Здрасте. Работаю я, значит. На археологических раскопках вижу корень земли. Потянул. А там вот этот вот... Мамонта! Даже северные мамонты приходили в Простоквашино поесть чудесные травки, которые питаются мои коровки, дающие вот... Это вот чудесное молочко. Вот оно, этот. А ну, повесь на место, у меня экскурсия. А у меня прямой вид. Да ты даже не помнишь, как он называется. А я утренний надой почти продал. А у меня там зрители разбегаются. Так как вам не стыдно? Вечно вы как кошка с собакой. А этот ценный бивень пока у меня побудет. А молоко купить? Я его ношу, значит, он мой. А потом выбросил. А я подобрал, значит, мой. Зовите вашего мальчика. Он мне расписаться должен. Что-то мне эта посылка смутно напоминает. А за что он, интересно, должен расписаться? Изготовление фотооткрытки и отправка бандероли в город неговоритный. Девочке Оле на долгую память. Что? Дядя Федор, мой бивень какой-то девчонки отправляет. Это мой бивень. Пока за получение не расписались, это государственный бивень. Отпустите. Это уже девочке Оле бивень. Вообще-то это мой бивень. А тут раньше наш цирк стоял. Ну, шепито. Я в нем номер коронной исполнял. А Галактион мне, оказывается, завидовал и подпилил бивень, когда я спал. На следующий день прямо на арене он и отвалился. Детишки испугались. Нам срочно уехать пришлось. Потом Галактиону уволили, а меня билетером оставили. Вот, спасибо. А как вы узнали, что мы бивень нашли? Так я же на вашего шарика в интернете подписан. Люблю про зверушек лесных почитать. И что теперь? Опять в цирке выступать будете? Нет. Цирки теперь без животных работают. А вот детишек я вдвое быстрее запускать буду. Эх, жалко. Больше никто ваш коронный номер не увидит. Ну, для одного известного архиблогера я, пожалуй, сделаю исключение. И раз. Эх, жалко. у тебя крыша поехала вроде крепко прибита у меня там отсчеты доходы расходы экономное производство а ты тут шум производишь да гвозди расходуешь я здесь телескоп прилаживаю хочу верь полни луну показать еще веру полну выйти научи и бог ногой вычесывать слезай кому говорят не слез ты матроскин отсюда гораздо меньше кажется ты бы просто своими земными делами занимался а меня небесные тела интересуют вот из-за таких вот мечтателей порядка в хозяйстве нет я понимаю что душа просит праздника но мои отчеты просят тишины это мой музыкальный номер готовим хотим концерт устроить давай с нами да некогда мне веселиться а что же концерт-то хоть весенний марджи на дворе послушай как красиво и дядя фёдор красиво это когда цифры сходятся марджи на дворе послушай как красиво и дядя фёдор красиво и дядя фёдор как красиво и дядя фёдор то сказать кто там? Марджи? я не знаю Леди и джентльмены, матрошкин блюш. А почему мы в машине только грустную музыку слушаем? Ну, не такая уж и грустная. Плюс музыка расставаний. А мы-то встречаться едем в гости на юбилей. Ну, подумаешь, юбилей. Пахнем в простоквашину, а? Весна, свежий воздух, душа поет. Среди полей, среди лесов я слышу пение коров. Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые. Цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любила, тебе шептал слова несмелые. Ты в полночь лунную мне сердце отдала. А может, нам нашего барда молоком холодным обдать? Не поможем. Это как насморк. Лечи, не лечи. Разницы нет. Пошли, Шарик. А чего-то спасать. Что было вчера, то забыть мне пора. С завтрашнего дня, с завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям. Ихому мама. К нам приехал, к нам приехал. Мама с папой, дорогой. Здорово, что вы юбилей прогуляли. Хотели вам сюрприз сделать, а тут нам сюрприз. Не переживайте, это на Матроскина Март так действует. Это не на него так Март действует. Это он мне на нервы действует. Наплынули воспоминания. Воскресли чары прежние. Здрасте, вам посылка. Что, и документы не спросите? Не, вскрывайте. Что за глупый розыгрыш? Что за дурацкий день? Не дурацкий день, а день дурака. С первым апреля. Как апреля? Очень просто. У вас календарь на полтора дня отстает. Мои отчеты все пропало. Ничего не пропало, Матроскин. Нам, Вера Павловна, с там и там и твои отчеты склеить помогли. Ура! Аааа! Рысь отсюда! Весна, пора сердец разбитых И разбитых в окон Давайте-ка дом в порядок приводить А может, ну его, порядок Пойдемте, я вам лучше луну покажу Пойдемте Мам, уборка подождет Шарик на крыше, телескоп поставим А в деревне луна Совсем не такая, как в городе О, небо! Я такую луну Последний раз на открытке видел Поздравительную Поздравительную Я так в дверь не пройду Да, можешь не пройти Ну-ка, присядь А вот так пройдешь Даже еще одна баночка влезет Мне срочно нужна бас-гитара Читай Бродячие термиты превратили в опилки Африканскую деревню Как деревню? А коровы не пострадали? Да термиты древесиной питаются Выше читай В школе номер девять пройдет музыкальный конкурс И что? А то, что там девочка Оля будет Матроскин, ты за сколько меня научишь играть на гитаре? Ну, рублей за... Ай! Через месяц сыграешь пару песен, дядя Федор Месяц? Мне через неделю надо Тем девочкам нравятся барабанщики Ой, какое-то у меня нехорошее предчувствие образовалось Дядя Федор Дядя Федор На повестке дня один вопрос Как прекратить эту кукофонию? Как прекратить эту кукофонию? Мы все любим дядю Федора Но пора решить Либо мы Либо девочка Оля Меня впервые На собрание посвали Надо подумать Ну, я за нас голосую Правильное решение, товарищ Шарик Ну и как мы прекратим эту кукофонию? Что там? Что там? Что там? Что там? Что там? Есть у меня одна идея Дядя Федор Помоги фото повесить Не убегут твои барабаны Левый угол повыше Так Так-так-так-так-так-так Теперь правый А где мои палочки? Это бродячие термиты Они и сюда добрались? Да Один такой в кепке А другой такой Толстый Так Что происходит? Дядя Федор Мы просто немного устали От твоих барабанов Ты уж три дня Без остановки барабанишь Надеюсь, в лесу Я вам мешать не буду Ты что, Шарик Не знаешь, как термиты выглядят? Запаниковал я Врать не умею Зря мы тебя послушали Теперь вот дядя Федор В лесу пропал Ох А в лесу мою музыку Оценили Во, видите, сколько всего надарили Сейчас отдохну немного И опять играть пойду Здорово, Бобер Ты куда это собрался? Бобрусь К родственникам еду Дядя Федор ваш В лесу такой Тарарам устроил Что звери Едой вон скидываются Чтобы он Хоть ненадолго заволчал Ну, это Я пойду Электричка у меня Да Да Дядя Федор Ну, сыграй что-нибудь, а Не буду Не вышла из меня музыкант А мы так не считаем? Ну, пожалуйста, а Друг это тот Кто отдает Жизнь и косточку дорогу Друг это кот Друг это кот С дорогом спорить не буду Друг это ты Друг это я Я ищу я И корова моя Не забывай У тебя есть друзья Никогда не забуду Круг вас всегда Будет любить Несмотря на фиг мамы Ближе друзей Кто может быть Только папы и мамы Там, где друзья Будет успех И молоко И сметана Для всех Там, где друзья Будут песни и смех Где друзья Друзья Бейс М Souls Ј y М��� Можешь В М傳 ПОМ ПОМ На Между 25 Т Н В Ах, помощнички Ой-ой Ого Может, это родители колбасу прислали? Неизвестные коробки хуже Печкина Откуда она здесь взялась? Да просто на крыльце лежала Не будем ее открывать Может, это межгалактическая посылка с приветом от внеземной цивилизации? Это ты у нас шарик с межгалактическим приветом Закройте это северное сияние обратно Ну вот, спугнул Вас приветствует голосовой помощник Анфиса Моя миссия отвечать на вопросы Все, что мне нужно, это немного электричества и внимания А вопросов к вам у нас нет, а электричества нам и самим мало Здорово! У меня как раз вот столько вот вопросов было к вам Спросите меня о чем-нибудь Ты чё с такой спросишь? Ни усов, ни хвоста Анфиса, как дела? Поищу в интернете остроумный ответ Лучше всех, но никто не завидует Полезный поможет Блесна не будет тускнуть, если натереть ее сырой картошкой Скорость света 300 тысяч километров в секунду Провязываем сначала вторую петлю изнаночной Затем первую и снимаем со спицы Сейчас позавтракаем и за грибами пойдем Ложка за папу, ложка за маму За дядю, за деберя, за Шурина Для того, чтобы избежать риска заболеваний, молоко нужно пить пастеризованным Анфиса, а где в Простоквашино растут грибы, а? Известно где На северном склоне у березовой рощи Матроскин, ты с нами? Я бы пошел Да у меня тут коровы, хозяйство Помогайте комарам, а мы безговорилок справимся Здесь нет электричества, зато воздух свежий Почему вы так ко мне жестоки? Не знаю, я же не голосовой помощник А где Анфиса? И ее обратно унесли Кто унес? А кто принес, тот и унес Так мы ж не знаем, кто принес Вот и кто унес, мы не знаем Друг, это тот, кто отдает жизнь их косточку другу Ой, да и не расстраивайся ты так, Шарик Ну мало ли помощников голосовых Что ты узнать-то у них хочешь? Ну спроси у меня Да я узнать хочу, куда она делась Подождите, поищу в интернете Результат не найден А вдруг ее разобрали? И лежит-то она родная сейчас на каком-то складе Никому не нужных Анфис Так кто ее разберет в лесу-то? Анфисочка, как тебе помочь-то, а? Матроскин, да чего ж ты живое электронное существо-то довел? Ничего, иногда и помощникам помощь нужна Я просто хотела побыть частью семьи Все же я не понимаю, как помощник может быть без рук Все тебе, Матроскин, практическая выгода нужна А мне вот иногда поговорить хочется Лучше тебе иногда помолчать хотелось Анфис, покажи нам кино для всей семьи Нет, ничего проще В моей базе 10 тысяч фильмов для всей семьи А также видеоуроки по вязанию и сборник кулинарных рецептов Ого, вот тебе и говорил-ка Что взять, что взять От интересного собеседника всегда есть, что взять Между прочим Нашлась, выделенная доставка Ваша Анфиса из будущего каталога Предпродажи пока за большие деньги Таких у вас все равно нет Прощайте, друзья Для Анфисы мне ничего не жалко Даже твоей зарплаты, Шарик Так я говорил ему, волчья ягода У Матроскин черника, черник Все варенье волкам отдать пришлось Это, конечно, интересно Но вообще-то мы хотели узнать Как у вас Вера Павловна мандаринами объелась В общем, я решила И папа меня поддержал Что вам нужна помощь Когда-то и я жила в таком чудесном доме Мадам, вы за сметаной? Не готовы еще вечером приходите Какой милый котик Брысь Собачка, надеюсь, прибитая? Знакомьтесь Это Маргарита Егоровна Ваша няня Наша кто? Мам, ну зачем нам няня? Чтобы нам с папой было спокойнее Теперь можете ни о чем не волноваться Работайте себе А мы знакомиться будем Эээ... Маргарита Егоровна? Как зовут? Дядя Федор Феденька, значит Не Феденька, а дядя... Поверь мне, мальчик Я знаю, как выглядят дяди И знаю, как выглядят непослушные мальчики А это что за чудесное дитя? Никакого уважения к заслуженному педагогу Да Над дисциплиной придется поработать Совершенно верно, Маргарита Егоровна Дисциплины и порядка в этом доме не хватает Эта комната мне подходит Несите сюда мои чемоданы И вообще-то я здесь после обеда отдыхаю Эй, дядя! Встава, встава! Мы с твоей мамой составили список книг для внеклассного чтения Это на сегодня Телефон и другие игрушки сдаем Как-то сдаем? Они же мне для работы нужны Еще одно слово И для работы тебе понадобится только цепь и конура Правильно, Маргарита Егоровна Может, он теперь чем-нибудь полезным займется А у меня, между прочим, молочное предприятие А у меня, между прочим, непереносимость лактозы Ну, раз для дисциплины надо Гаврюша, за старшего А где мои коровки? Им здесь было тесно, и я их отпустила А для оранжереи это помещение очень подходит О, как ты валялся В ногах у меня Ты весь избивался Нам надо срочно отделаться От этой Маргариты Мегералды Ха, проснулся Тебе ж нравилась дисциплина и порядок Или нравилась Хочу, чтоб все было как раньше Тама-тама Нет, это уже слишком Надо, чтобы она сама захотела уехать Через пять минут обед Манная каша с комочками Затем все сейчас А мне, я думаю, будет очень полезен пикник на воздухе Привет, соседи Можно я у вас в коровнике переоденусь? Искупаться хочу Боюсь, на речке велосипед сопрут Да делайте вы, что хотите Нам теперь все равно Эй, воспитуемые У вас что, нет корзинки для пикника? А вот же подходящая корзина Хм, а ты смышленый, Феденька Дядя Федор, ты гений Пенщики на велосипеде Ем в прыжок сотрат Вижу, огурчики решили выращивать Молодцы Я от вашего молока уже в детство впадать начал Ха! Что же вы наделали, ироды? А это не мы Это няня вон наша Маргарита Мегеровна Слышите? В доме поешь Че я вашей Маргарите Гангриновне Голосок-то подправлю Ну все Можно ее чемодан И обратно выносить И больше не смейте Без стука Вламываться к даме Будуар Понятно, понятно Фух Вот это женщина Кого-то она мне напоминает Маргарита Егоровна Корзиночку вашу куда определить? Под тем деревом на кровати Игорь Иванович А сливки где? Виноват? Одну минуточку Сельфон сгоняй А вы что стоите? Марш в дом Каша на столе Потом чистить зубы и спать Ничего Мы проиграли сражения Но не проиграли войну